Начнем наш выпуск союзной повестки. Продолжается визит президента Беларуси в Россию. Сегодня Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. По прилету белорусский лидер встретился с губернатором Александром Бегловым. Это уже вторая встреча в нынешнем году. Она продолжает начатый в Минске диалог. Напомним, наш президент принимал губернатора в феврале. Детально обсуждали все грани сотрудничества. У нас тесные связи. Это подтверждает высокая планка взаимной торговли за минувший год свыше полутора миллиардов долларов. Беларусь лидер по объемам товарооборота с Петербургом среди всех стран СНГ. В городе на Неве создана товаропроводящая сеть более десятка белорусских компаний. Действуют совместные сборочные производства. Словом, у нас есть солидный пакет общих проектов и все возможности для более интенсивного сотрудничества. Завтра мы с ординаричем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить. Я помню ваш приезд в Беларусь. Договорились о многом. Хотелось бы честно и откровенно услышать от вас, в чем мы недорабатываем белорусы. Для нас Питер является одним из основных направлений работы в Российской Федерации. Мы будем делать все для того, чтобы, ну как модно сейчас говорить, эту огромную площадку российскую не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить. Особенно учитывая то поведение наших западных партнеров, как принято говорить. Думаю, что в течение этого будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества, тот уровень развития Беларуси и России, на котором мы должны быть. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике. Об этом говорит и наш товарооборот, который прирастает ежегодно. Ну, по 15% прошлых годов к предыдущему. И видим и в этом году серьезный рост. Мы производим много того, в чем нуждается Питер. В то же время мы очень много покупаем вашего товара. Так будет всегда. Я еще раз убедился, какую правильную политику вы провели в отношении промышленности и медицины. На сегодняшний день не только сохранили промышленность, которая была всегда в Беларуси, ну, самой передовой, еще прибавили компетенции. Сегодня такие компетенции у промышленности, что она конкурентно способна на мировых рынках. И мы, в соответствии с этим, очень много покупаем и работаем с промышленностью. По вашему поручению, мы провели совет делового сотрудничества между правительством Республики и Санкт-Петербургом. Разработали дорожные карты по направлениям, практически по всем, до 1926 года. Это касается промышленности, это касается экономики, это касается здравоохранения, это касается других направлений образования. Я хочу сказать, что это не просто бумага. Это нормальные деловые документы, которые начинают притворяться в жизни. Словом, для партнеров нет закрытых тем. Александр Лукашенко особо отметил, зеленый свет будет для всех нужных союзнику проектов. Любые направления, которые будут двигать наши экономики вперед, рассматривать стоит. Особое внимание с нашей стороны переориентации грузов на российские порты. И тут союзник может оказать серьезную поддержку. Особенно, еще раз говорю, в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места. И как было заявлено ранее, завтра запланирована рабочая встреча президента в Беларуси и России уже шестая в этом году. Официальная часть общения лидеров пройдет в Санкт-Петербурге. Символично, что состоится она в день 30-летия установления дипломатических отношений Беларуси и России. Ожидается, что лидеры обсудят дальнейшее развитие союзных связей и интеграционные процессы. Накануне, в четверке и сегодня, Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в неформальной обстановке в Завидово. Продолжение следует...